Была абсолютно одна, но уже 15 лет я не могу построить отношения. Сейчас уже, наверное, то, что я была такая сырая какая-то, сейчас уже я созрела к этим отношениям. Я очень, ну, как бы не очень давно, но внимательно слушаю ваши лекции. Я стараюсь... Молитесь, пока вы не отработали вот эту карму двух вот этих разрушенных отношений. А самое главное, вы не отработали карму первых отношений полностью. Еще процентов 15 осталось. Когда вы ее отработаете, тогда уже будут какие-то возможности. И всегда помните, что у Бога мужиков завались, но Он их всех любит. И в обиду не даст просто так. Вот какие-то интересные, ну да, интересные ситуации получаются, получались в жизни. Мужчины, как я сейчас понимаю, прошло время, они были достойные, но как-то вот по-дурацки отношения сложились, да, и... Всех так складываются отношения. А все остальное, то, что встречалось в моей жизни, я понимаю, что я гораздо сильнее их. Ну, и давить я не хочу их. И же Господь-то тоже любит. Ну, я не знаю, в моей жизни... Не гордитесь собой. Мужчика Бог даст. Берите. Кажется, что слабым сначала, а потом увидите, что сильный. Дают, бери, бьют, беги. То есть ресурс, я хотела бы спросить, это уже сколько времени, так как Вы человек прозорливый. Да? Хочу спросить. У меня зрение портится, чем раньше. Сглазили, наверное, меня. На правый глаз. Я хочу спросить, вот свой лимит счастья я в своей жизни еще не выбрала? Тогда выберите, помрете. Пока человек живой, он никогда не выбрал лимит счастья. Жизнь означает счастье, это подарок, суть Бога. Пока мы живые, мы не выбрали лимит счастья. Как выбрали, жизнь заканчивается. Жизнь означает также для женщины семья. Женщина не должна быть одинока. Вот сейчас моя мысль, мои цели, то есть ту жизнь, где я испортила, мне хочется с другим мужчиной вот это все. Это капризы. Не ставьте Богу условия. Вам нужно молиться, раскаиваться и любить всех вокруг, забыть про свою личную жизнь, начать служить другим людям, стать радостной, счастливой, самодостаточной, перестать думать о своей семье будущей. Когда вы это сможете сделать, Бог вам даст следующего человека. Пока вы будете ждать следующего человека, кулачком по столу стучать, хотеть еще одного, ничего не получите. Когда вы будете всем служить, заботиться, забудьте про себя, станьте красивой, таким образом получите человека. Вот и выбирайте, как вам дальше жить. Я хочу сказать, что вот эта мысль, навязчивая, она так и в последнее время сформировалась. Все остальное время я пыталась выжить, потому что... Пытаться выжить, это тоже неправильный способ жить. Человек не должен выживать. Ну так сложилась жизнь. Это понятно, она так и складывается, потому что мы не наполнены. Если человек сильный, он всем нужен, слабый никому не нужен. Человек должен наполниться сначала, а потом жить. Если человек к работодателю приходит, красивый, радостный, неужели он его не возьмет на работу? Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Вы должны не востребованным специалистом стать, а востребованной женщиной. Нужно женские отношения с обществом строить, а не деловые. И когда ваша женская энергия потечет, крика любви потечет через ваше сердце, тогда кого-то она привлечет. Пока же река любви через сердце женщины не течет, она никому не нужна. Такая женщина. И эту реку она должна запустить сама. Женщины часто ставят условия. Вот когда мужичка дашь Бог, тогда реку любви пущу. Нет, сначала реку любви, потом мужичка. Сначала деньги, потом стулья. Спасибо. Вопросы поднимем, можно? Можно. Будьте добры. Пожалуйста. Олег Иванович, здрасте. Будьте добры, подскажите, вы говорили, что счастье производное от слова «сейчас», верно? Да. Это древний русский язык. Понятно. А «сейчас» — это разве не «сей час», а слово «счастье» разве производное не «с частью», жить с частью, то есть со своей второй половинкой, и вместе с ней быть счастливым, и жить в ладу с Божьим промыслом? Как вы считаете? Я считаю, что счастье означает жить в настоящем времени, потому что не обязательно только со своей половинкой человек может быть счастливым. Есть разные уклады жизни. И с половинкой — это только один из четырех укладов. Первый уклад жизни — это ученичество. Нет никакой половинки, и человек учится жить. Он, его половинка — это наставник. Второй уклад жизни — это семейный уклад. Человек получает свою половинку, как вы говорите. Третий уклад — это отвлеченный уклад, когда человек живет с женой, но думает о Боге. И они оба служат обществу, а не друг другу. Они отрекаются от личного счастья, погружаются в служение людям. И мы говорим о развитии человека. Мы не говорим, что все так должны жить. Развитые люди так живут. Четвертый уклад — это отреченный уклад. Я знаю одну семью, когда и муж, и жена приняли монашество. Даже две я таких семей не знаю. Они оба приняли монашество добровольно. Не то, что у них плохая жизнь, а у них счастье была, счастливая семья. Они просто решили отдать себя Богу, те люди. И тоже половинок не было в это время. То есть разные уклады жизни. Если бы слово «счастье» было, значит, с кем-то жить вместе, со своей половинкой, значит, все остальные люди были бы несчастливы. Но счастье бывает в разных укладах жизни. Ученик тоже счастлив. И отреченный человек счастлив. И монах счастлив. И семейный человек счастлив. Если они живут сейчас, принимают судьбу. Поэтому Иисус Христос и принял свой крест. Принял свой крест для того, чтобы нам показать, что принимай давай судьбу. Принешь — все, счастье придет тебе. Не принешь — будешь мучиться. Но я не против вашего формирования. Вы как бы так понимаете, ради Бога, я не против.